МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России республике познакомиться. Местные жители, конечно, приводят детей. Так что у вас, наверное, ажиотаж в музее. Кроме краеведческих экспозиций, что еще предлагаете? Есть ли в Национальном музее какие-то специальные проекты на лето? Одним из специальных проектов на лето у нас, конечно же, это мастер-классы. Каждую среду у нас проводятся мастер-классы по разным техникам, и валяния, и росписи. Это все есть. И у нас уже определился круг тех, кто постоянно ходит. Кроме этого, мы, конечно же, как обычно, мы открываем выставки свои, разные, большие и маленькие. Ну, наверное, все слышали. Одно из самых больших проектов практически, наверное, за всю историю музея, и один из крупнейших проектов, это, конечно же, проект-выставка из этнографического музея. Это город Санкт-Петербург, выставка, которая называется «Роспись иглой». Может быть, какие-то еще есть проекты, вот сейчас музейные? Или, может быть, у вас дополнилась экспозиция, я не знаю, там какая-нибудь? Кроме мастер-классов, что мы еще делаем? Выставки, мастер-классы, встречи, конечно же, выездные занятия. Мы обязательно все эти проводим. Кроме этого, на выставке Гутенберга, то есть Библию Гутенберга мы представляем, и она еще представлена в музее Чуваши-вышки, мы проводили мастер-класс, чему можно научиться у Гутенберга, современному дизайнеру в полиграфии. Это было очень интересно. То есть вот такого рода проекты они у нас, конечно же, проходят. Чувашия, край 100 тысяч вышивок. И, в принципе, наверное, наш народ очень сложно чем-то удивить. Тем не менее, вам это удалось. Выставка «Роспись иглой» – это, по-моему, одно из самых главных культурных событий этого года. Вот чем она уникальна? Расскажите нам, пожалуйста. Это действительно уникальная выставка, когда мы о ней уже ее готовили, разговаривали, обсуждали, что же привезти. Организаторы говорят, ну, край 100 тысяч печен со своим самоваром не имеет смысла ходить, но, тем не менее, решили привезти вышитые предметы, но разных народов. Поскольку народы все разные, традиции разные, но, тем не менее, нас объединяет вот это вот мастерство, к которому выполнены эти вышитые все изделия, среди которых и головные уборы, и традиционная одежда, праздничная одежда, ну, и даже есть вышитая обувь, и детская, и взрослая. То есть все элементы одежды, все предметы вышитые, а их у нас на выставке до 160 предметов мы представляем. Кроме этого, выставка дополнена фотографиями конца 19-го, начала 20-го века, то есть той же эпохи, что и представленная одежда. Поэтому мы, конечно же, получаем практически историю культуры 43-х народов. Это и Поволжье, это и Уральский регион, это Кавказ, Сибирь, и центральные регионы. То есть практически вся Россия современная и времен императорской России, времен империи, она, в общем-то, представлена у нас очень хорошо. Вот. Поэтому прийти и посмотреть ее, конечно же, имеет смысл. Кроме этого, на нашей выставке 30 предметов золотного шитья. Это вообще очень удивительное явление, каким образом музейщики на это согласились, чтобы к нам сюда их привезти. Потому что золотная шитья, она характерна для многих народов. На выставке, кроме этого, есть еще и уникальные предметы, связанные с первыми лицами в истории России. Например, платье, кабардинское платье Марии Федоровны, нашей императрицы. Она получила ее в подарок от кабардинцев в 1888 году, когда путешествовала по этому краю. Кроме этого, вы, наверное, уже слышали, есть халат, который подарили цесаревичу Николаю. Подарок Бухарского эмира с шикарнейшей шахрисяпской вышивкой. Многие посетители думают, что это вообще-то качество. Когда мы обращаем внимание, как это можно столько вышить, такое огромное полотно с мельчайшими узлами, конечно, это вызывает большое удивление. Вот очень интересно, как подбирались экспонаты для этой выставки, потому что понятно, что все привезти невозможно. Есть, наверное, какие-то экспонаты, которые редко выставляются, которые не выезжают. А как подбирали на нашу выставку? Вот. Действительно, почему нужно прийти на нашу выставку? Одной из причин является то, что представлено на нашей выставке даже в самом Питере в экспозиции, на графическом музее, не увидеть, потому что часть предметов подготовлена специально для нашей выставки. Знаю, что был специальный проект от Игоря Додиани «Национальные традиции в современном костюме». Вот о нем расскажите подробно. Что это за проект был, чем он отличался? Да, конечно, этот проект расширил нашу выставку. Он представлен на этой же выставке «Росписи Глой», дополнил эту выставку. Основная идея, конечно же, была в том, что вообще народная культура, народное искусство является таким неиссякаемым источником для современных дизайнеров, художников, то есть для тех, кто имеет отношение к творчеству и художествам. И, конечно же, этот неиссякаемый источник используется сейчас. Одним из ярких примеров такого использования является творчество Игоря Додиани, заслуженного художника Чувашской республики. Все о нем знают, как об авторе костюмов к фильмам «Гардемарины». Скоро будут съемки, четыре. И вот одно из платьев, в котором будет сниматься Кристина Арбакайте на «Гардемаринах-4», оно у нас на выставке представлено. Я думаю, что даже это является поводом, чтобы прийти и посмотреть нашу выставку. Остальные предметы мы подбирали так, чтобы на этих представленных современных костюмах было видно, каким образом трансформируется, используется в творчестве Игоря Додиани народная культура, народные традиции. Не планирует ли Национальный музей создать что-то подобное, например, из костюмов народов, которые проживают на территории Чувашии? Потому что у нас же огромное количество, 120 национальностей, 8 этнических групп. Что-то вот наше. Да, народная тема, она, конечно же, у нас никогда не уходила. Мы периодически делаем подобного рода выставки, посвященные отдельным национальным сообществам. Да, к юбилею республики, я думаю, что у нас будет такой очень большой проект, посвященный костюму. На следующий год будет театральный костюм, год театра, и мы хотим как раз сделать большую выставку, которая будет посвящена театральному костюму, потому что это очень важный компонент в создании образа, на сцене. Ну и национальные традиции, они у нас никогда из темы не уходили. Мы, в общем-то, планируем это делать. Ну а лето еще не закончилось, и я всех приглашаю на нашу выставку и принять участие в нашем конкурсе, который тоже называется так же, как «Роспись иглой». Для этого нужно прийти на выставку, посмотреть ее и ваше впечатление выразить в каком-то новом образе, костюме. То есть нарисовать под впечатлением от выставки костюм. Для этого не обязательно нужно быть дизайнером, художником. Принять участие могут от мала до велика. У нас там возрастные как раз группы есть. Пять номинаций. Одна из номинаций специально для студентов, будущих профессионалов, дизайнеров. Тоже можно принять. Им тоже можно принять участие. Ну и призом для победителей в пяти номинациях станет мастер-класс от Игоря Додиани «Час маэстро». Здорово. Я думаю, что это еще один повод для того, чтобы прийти, посмотреть и встретиться с уникальной народной культурой, с продолжением этой народной культуры в современном костюме. Получается, что я, в общем-то, так очень много призываю. Но на самом деле очень хочется, чтобы вот эту уникальную возможность увидеть шикарные костюмы народные не упустили наши посетители, не упустили жители, да и гости нашей столицы тоже. Оно того стоит на самом деле. Ну что ж, будем ждать, значит, всех на вашей выставке. А вам большое спасибо за беседу. Я напоминаю, в эфире программы «По существу» была Ирина Менщикова, директор Чувашского национального музея. Спасибо вам, до свидания.